пока нет на это времени так как раз я мы сейчас и напишу может он возьмется его озвучить такие интересные вещи рассказывают проданы он получается живет на границе с ними и там рассказывать комендантский час у них теперь постоянно там что иногда солдаты перестреливается чисто давай просто постреляем пошумим две команды договариваться между собой но только чтоб без точного наведения так именно погрохотать думаю похоже на правду нет в принципе конечно они отстреливаются потом отчитываются о том что вот мы постреляли вот у нас закончились снаряды дайте нам денег да 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 я просто потом она еще переносится копировать все после института бы чего у меня вы за институт бы критикуют но дело в том что благодаря институту бы как раз то и интересные люди у меня появляются которые благодаря институту бета меня и узнали и даже не смущало то что там это всех матом крыл или или в этом духе я даже три раза перемотал посмеял я наоборот очень тепло это воспринимаю почему потому что у меня такой принцип злопыхатели все равно рано или поздно как придумают чтобы обзываться поэтому лучше им самим дать обзывалку которые знаешь только в терновый куст не бросайте обзывать да обзывайте пожалуйста там алкоголик конечно хорошо это вот показаться чего не может быть может быть и так может может быть это это вопросы которые надо задавать не мне потому что я не владею скажем я не котлеров ты там пласты подкрутил эту штучку вот так вот она будет держаться тогда вот по палку который на тебя палку который на тебя рычаг сам покрути его открутил зря большая ошибка да я не котлеров котлеров например он берет свои знания сверху как он говорит то есть то есть он взял бутылочку накатил купол канал открылся знания шли в харькове 5 часов 3 минуты я с вами шла китлеров и я начинаю вам это самое да вот у меня не так происходит я абсолютно знаешь такой вот такой я беру просто и тупо читаю сижу читаю смотрю анализирую запоминаю вот как вот вот мой путь тяжелый на самом деле мне не открывается лайк что ж так он что такой весом этот перевод вообще не могу взять захватить копировать сообщение не могу схватить вот поэтому я к этому нормально отношусь уже ночи при идее у меня все нормально работает ты должен его скачать и открыть как обычный архив до мы есть и причем добавился наверно не ты кто-то под твоим именем недавно не добавился что удивился думаю что за прикол уже ж мы в друзья чё второй раз ну наверно кто-то прикалывается будет писать на какие-нибудь гадости от твоего имени естественно сейчас я тогда тебе на скайпу человеком с которым есть с которым я вот разговариваю которые вот там по полю работает надо быть и конечно с ним тоже потому что переговорить потому что ты это его точно поймешь потому что они занимаются они они то есть видят что то что ты тоже видишь там вот такие штуки полевые я я понимаю о чем они говорят но я не могу это мне тоже я пока скептически отношусь ты знаешь этот как его он тоже всем говорит шон в поле работает и научит всех останавливать метеориты даже если метеорит долетит 30 метров до земли он силой мысли научить любого за 200 долларов это останавливать метеорит женщина мне благодарила я уже хотела к ним у них там они белые братства или пояс они кто там еще а это а метеориты они за доллары это а за евро они говорят мы можем вам в следующей жизни вы родитесь сразу в 24 года за это евро уже надо платить серьезно бабки присылают хочу в 24 года родиться и метеориты останавливать ну там у них свои это за хера они это объясняют там с точки зрения высших все документа английский перевод а у кошки четыре ноги сохранить вот и сейчас этому парню кину допустим посмотрит в принципе ты по поводу моего предложения в команду ты пожалуйста подумай по серьезному это очень тебя в конце концов я тебе так скажу слава если тебя что-то не устроит не понравится ты всегда можешь уехать обратно деньги на билет мы тебе дадим да я не переживай вот а у нас ты будешь и сыт и защищен и поможешь по крайней мере серьезно сможешь помочь ну видишь почему я не уверен и потому что это как бы люди предлагают тоже еще какие-то моменты ну правда связаны не с тем абсолютно но тебя понимаешь ты эти моменты например там написать книгу создать да 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 оно ведь другому не мешает понимаешь ты можешь заниматься этим и другим без проблем то есть как в чем собственно в чем проблема то просто находясь среди своих единомышленников людей которые в теме ты всегда сможешь и у них как-то можно спросить какого-то совета там если чисто технического и они могут чем-то помочь и просто это интересно просто представить мы будем вести прямые лекции прямые репортажи там ролики делать мы будем контент создать качественный и бить будем этих ну я имею ввиду которые там в радие ты видел недавно ролик как в радие играли такой какой-то ну и сейчас скажу как называется звук шафара в радие или украина знаешь такой ролик? не 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 а ты знаешь такой вообще звук шафара? вот ролик идет ровно 37 секунд я сейчас тебе его сброшу потому что ты понимал кто управляет Украиной ну ты конечно это и так знаешь ну знаешь одно дело знать а другое дело это видеть играют в этот рок прям в радие и там все прям знаешь аплодируют ништяк крутяк вообще кстати мои ролики не смотришь я в двух словах это сделал необычный ролик януковичем думал меня будут это материть за него вообще никто ни слова не написал может они просто не увидели что это янукович там была такая ситуация когда я рассказываю про дольмены я говорю что и современные жители планеты ну дольмены на самом деле это пчелиные улей наших предков ну или какой-то высокоразвитой цивилизации вот поэтому в них естественно можно и медитировать и что угодно и рожать вот поэтому пчелиные улей это они всегда польза была и вот у меня есть ролик в моем ролике где янукович приводит делегацию в том числе в этой делегации находится это в фильме дольмены у меня этот как его ведущий вот этот савик шустер и вот он ему рассказывает говорит вот мне построили дольмен ну не дольмен правда а большой такой пчелиный улей ну с дольмен ну деревянный говорит и я в нем это чтоб лечиться сплю ну я верю что там на самом деле если в такой хрени это пчелиной огромной поспать то ну сам понимаешь с пчелками это конечно на пользу пойдет так звук шафара а голос я не хочу всякую гадость включить он будет гадость говорить нет там не будет там не будет звук шафара а я вот недавно знаешь что это прикололся уже второй раз заявляю в эфире говорю хочу вернуть славянам истинное имя евреи с такими заявлениями аккуратнее да знаю 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 заваулировал у нас имя пускай будут свое носить так звук шафара параллельно ну ты включи оно там очень быстро там просто в начале быстро объясняется что такое звук шафара ну ладно так смотри ого ого ничего себе на дудке хехехехе ну это ров да фух да да ужас вообще так открыто в открытом виде ужас а мне это ужас нет ужас то что мне тут тоже здравствуйте ролики прислали ролик, что творится у нас в московском морге. Я так и посмотрел, что там с людьми делают, как-то их режут на органы. Это жесть. Страшно смотреть просто на это. И причем там глаза выдирают. Он говорит, что к нам зачастую приходят трупы уже без органов. Просто открываем, а там сердце, например, есть. Или только почки. И все. И пустая тушка. Ну ты не риснешь такой ролик делать, не? Пока нет. Но это пока. Когда у нас будет команда. Просто мне сказал этот человек, что когда у нас поселят место, там будет защита полевая, чтобы нас это не тронул. И мы сможем делать все, что угодно. Мы можем долбить по всяким... Вообще просто все, что за это мы не могли выпускать, мы сможем просто все, прям травну маску прям рубить просто жестко. А для этого нужна защита. Ты же понимаешь прекрасно, что как это работает. Они могут нам ее обеспечить. Как физическую защиту, так и полевую защиту. Ну пока я очень это скептически отношусь. Может это хорошо. Может это хорошо. Но я имею в виду к Советскому Союзу. Но я к Советскому Союзу тоже отношусь скептически. Поэтому я говорю, что мы будем восстанавливать не Советский Союз, а мы будем восстанавливать страну на основании совершенно новых принципов работы. То есть как он мне сказал, что в информационном поле в будущем уже страна построена. Она уже существует, она цветет и пахнет. Мы уже победили. Просто физика подтягивается, сам знаешь, она подтягивается гораздо больше. И весь вопрос заключается в том, будет много трупов или мало. И в принципе страна это не будет Советский Союз. Это будет новая обновленная страна, в которой будет сочетаться все лучшее от социализма, капитализма и других этих самых. То есть будет такой гибрид. Потому что смотри, мы пожили в царской России, условно говоря. Мы пожили при НЭПе, мы жили при социализме, мы жили при капитализме. Мы имеем возможность взять из каждой формы что самое лучшее, объединить это и создать совершенно новый гибрид. Ну блин. Ну А как по-другому Слава? А ты что предлагаешь? Просто говорить людям вот тоже я понимаю. сейчас, я мысли отзываю что-то сейчас отвечаю. Это я тоже по телефону сегодня это когда с Германией общался, говорю, тоже его серьезно и теска говорю, но я говорю, не вижу в Советском Союзе как можно в концлагере строить концлагерь. Ну один барак отдельный вдруг в тюрьме захочет, мы будем жить по своим правилам. Хотя этот барак находится в огромной тюрьме. Как? Я я не вижу это невозможно. Как они собираются? Если весь мир против вас будет ну против нас ладно хорошо я буду говорить нас хоть и пока не с Советским Союзом но идея но все-таки не забывай о том что что значит весь мир а кто будет против нас скажи не ну давай подожди смотри Китай против нас точно не будет все бывшие соцреспублики и все кто окружает нас будет по-любому с нами вместе Европа кто там будет воевать в Европе там кроме педиков и всяких разных извращенцев и людей которые боятся даже слова сказать никого не осталось там армии даже нет в Америке армии нет уже кто будет воевать так они сделали они сделают по старинке наш Советский Союз который создаст одних разделят на белых а других на красных естественно там никто не будет воевать сделает очередную гражданскую войну внутри Советского Союза будет второе что ты предлагаешь фух ну вот это ничего себе я над этим думаю это постоянно банально сказать могу ляпануть но это не выход распространяйте знания про сотовую землю это понятно глупость это не глупость это другому не мешает но просто получается что у тебя конкретного выхода из ситуации нет ну и только один если люди узнают про сотовую модель это будет это уже ну ты же прекрасно понимаешь что даже если мы каждому человеку расскажем то только один из тысячи в это поверят в лучшем случае ведь это прекрасно понимаешь не надо вздыхать я подумал я вздохнул что у меня ответа нету что делать потому что вот а если мы дадим человеку вот как вот я не знаю может ты конечно относишься к Сталину как-то плохо может просто про него мало знаний не мне понравилось взгляд Купцова кстати настолько мне симпатична его озвучка про Сталина что я как говорится мысленно аплодировал в принципе я не знаю где он это накопал но я склонен больше теперь к озвучке Купцова который сообщает что его раскрутили просто как был какой-то там ну назовем условно журналист ну не журналист он был а там где-то надо Купцова слушать как он про Сталина говорит на типографии чигде и просто выбрали его именно как иногда это бывает болванчика а потом уже приписали ему все вот эти регалии а за спиной работал этот Калинин по-моему Михаил Калинин да Калинин который на самом деле находился в тени как раз-то не Сталина заслуга в этом всем была а Купцов утверждает что Калинин как раз это все делал ну я согласен с тобой что Калинин он экономист не надо забывать о том что это экономическая модель да я здесь ни в коем случае не уговорю что Калинина не был да конечно был но просто Сталин это фигура знаковая и сейчас пытаться рассказать людям что на самом деле Сталин ну да это еще будет хуже я понимаю еще будет хуже лучше их в одной связке держать Сталина Калинина и вот этот который в Америку Арменин все время продуктами занимался Маленковский не подожди не Маленковский Маленков серьезный полевой я так понимаю что это МАК который обеспечивал безопасность и тоже такой товарищ очень серьезный Бурджиев ну суть не в этом суть в том что сама по себе экономическая модель которая была при нем она замечательная она сразу же полностью исключает любые эти злоупотребления любые взятки любую коррупцию она вообще здоровская причем она абсолютно полностью сочетается и с копным правом и ну вообще совсем то есть это блин это замечательная штука не а теперь важный момент хорошо я вот это все уловил значит ну как бы наши оккупанты они тоже многоуровневые и у тех более верховных вообще не принципиально какая будет модель в этой ячейке каких стран для них принципиально чтобы ячейка уничтожалась чтобы фабрики заводы коптили реки отравлялись чтобы шла беспрерывно выработка полезных ископаемых даже если мы создадим советский союз и это все останется это не останется нет 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 слава тебе сразу говорю что я вот с людьми разговариваю в принципе я ну я так вот человек от которого может зависеть и все что я слышу это то что и деньги и будут совершенно другие и их вообще должно потом не быть и полностью должна быть остановлена выработка и газа и нефти и угля должны полностью перейти на холодный ядерный синтез ну это тогда нормально да конечно поверь может быть конечно будет все не идеально но из того что мы имеем на данный момент вот это эта программа этот выход он есть и он в общем-то очень неплохой либо смерть либо вот это и времени думать нет ты же знаешь что уже надо было вчера еще что-то делать нагречать нам с тобой уменьшать нам вообще ни за что можно не переживать по большому счету именно нам я знаю я за себя не переживаю да 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 помимо меня у меня куча знакомых ну да да вот это ж вот это ж да просто когда ну смотри в двух словах да как я говорил это Советский Союз создавался чтобы уменьшить Российскую Империю то есть на территории ты знаешь прекрасно лучше меня были созданы республики а этот Советский Союз предположительно создается с той же с целью чтобы на территории Совет Современной России появились опять 15 республик а через 70 лет они решили друг от друга отсоединиться нет не согласен Современный Совет будет объединять все республики которые есть сейчас в стране СНГ там Украина Белоруссия они обратно войдут даже так ничего себе причем я такую слышал штуку я буду это поддерживать что внутри Советского ну условно говоря новой страны титульная нация белые люди русские они будут иметь именно статус титульной нации и все эти вот фишки когда чернота это будет прекращено чернота мы не будем никого убивать мы не подонки но они будут жить у себя аккуратно а у нас здесь будут именно белые люди это тоже важный момент потому что у нас почти уже не осталось надо что-то как-то делать поднимать рождаемость и так далее квартиры бесплатные слушай я тебе говорю эта тема по идее она вообще классная по крайней мере если мы посмотрим что мы сейчас имеем ты посмотри что с окружающим тебе надо просто блин вот если бы ты был сейчас в России и мы бы с тобой просто могли приехать в Москву я бы тебя привел лично к Богданову к Дружеву посадил бы за стол и ты бы с ними поговорил что я у них уже был и разговаривал и мы еще будем разговаривать потому что сейчас мы как-то создаем да думаю придет время это может придет время конечно вот в общем думаю у тебя есть несколько недель размышления потому что где-то примерно ориентировочно в конце октября мы я думаю начнем уже я уже начну команду под Москвой где-то а может в самой Москве уже скомпоновывать создавать и уже там раздавать приказы, задания поэтому я бы хотел чтобы ты в ней участвовал потому что я знаю приказы что тебя ничего не держит в Харьерке не надо мне рассказывать что-то там чем такой сильно занят старенькие родители родители я единственный сын должен за ними я понимаю а ты там сидя с голой жопой не сильно поможешь? ну в общем-то да а у нас у тебя будет финансово ты сможешь им пересылать и это гораздо будет более серьезная помощь кстати рекламная пауза скидываю ролик вмонтировал эффект Манделы на этом скриншоте но я так понимаю все люди его посмотрят и пока пальцем не ткнешь где на этой карте эффект Манделы никто на него вообще не среагирует сейчас посмотрим я уже посмотрел уже где-то полтысячи просмотров на разных ресурсах еще никто и даже не обратил внимания просто так смотрят на картинке и не видят что на карте эффект Манделы что погодил а почему Украина здесь Европа Украина Африка а почему Украина а как это можно не заметить ну я не знаю молчат пока люди может они просто где-то где-то вот просто они меня слушают и не смотрят они привыкли к слайду шоу и просто ну да они привыкли слайдшоу и они просто не обращают внимания что он вообще там нарисован Украина это сам сделал или подошел где-то сам сам а почему не Беларусь а кто его знает это знаешь как Сергей Данилов говорил в своих старых лекциях говорит не Россию нас будет обратно в Советский Союз принимать а мы Украина к себе Россию обратно присоединим ну ладно это интересно хвост присоединяйся к себе собаку да да собака виляет хвостом а может мозг залазит в голову обратно хотя нет такой я не знаю такой мозг ну он зараженный пораженный он больной вынесли мозг ну ничего ладно в общем слава до завтра мы созвонимся за полчаса за час до начала да 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 если все сделал завтра 5 часов по Москве все хорошо добренько спасибо счастливенько пока 視 клетки и боя то вы roof за по ano вы ecological Продолжение следует...